Субтитры делал DimaTorzok Чёрт! Да! Фантомас разбушевался. Но кофе должен быть либо горячим, либо на полу. Согласны? Ну, я не так строга. Кофе. Присаживайтесь. Мне вообще нравится ваш стиль работы. Ваша принципиальность, уверенность в собственной правоте. И вам это всё очень может скоро пригодится, если вы останетесь с нами, конечно. Вы вообще не намерены остаться с нами? Вообще да. А почему вы спрашиваете? Вас очень ждут в Москве. Мне настоятельно порекомендовано вас отпустить. Но прежде чем их послать, я должен понять, нужно ли мне за вас бороться? Вы сами-то что думаете? Вам вообще нужны Питер? Мы? Олег Викторович, меня с Москвой ничего больше не связывают. А потом мне казалось, что я здесь на своём месте. Ну, замечательно. Теперь за дело. Поскольку мы нашими общими усилиями теперь лишились главного покровителя в высших кругах, то будем шевелить ластами сами. Так вот, они хотят нам на будущий год урезать бюджет. В два раза. Поэтому в конце этой недели я жду от вас план оптимизации расходов на отделение. Режьте всё нещадно. Сверхурочные, оборудование. Оборудование. А людей? И людей. Я прошу вас начать с интернов. Потому что двух интернов нам держать уже непозволительная роскошь. Кстати, то, что один из них мой сын, не имеет никакого значения. Что-то вы бледная какая-то, Наталья Владимировна. Могу себя чувствовать? Да нет, просто я на воздухе мало бываю. Хотите что-нибудь сказать? А, нет. Спасибо. 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 Анатолий Павлович такой замечательный. Он из дома мне принес несколько учебников. Вот. Хорошо читаю. Ясно. Анатолий Павлович. Молодец. Андрей Павлович. Ну ладно, я тогда не буду грузить тебя с вами проблемами. А что-то случилось? Нет. Ничего. Я тут просто, так сказать, книгу написал. Вот. А ночью прочел, и какой-то такой вот а то и показалось. Захотелось какого-то мнения со стороны беспристрастного, что ли. Книгу нормальную или медицинскую? Ну что, про медицин там тоже, конечно, есть. Вообще, нормально. Человеческая. Про нормальных людей. Прочтешь? Это мне за сегодня надо прочитать? Да нет, слушай, нет, конечно. Ну так, начни хотя бы, а потом уже будет понятно. Противно или с пивом покатить. Ну, ладно. Хорошо? Да. Пока. До вечера? Да, до вечера. Ты, извини меня. Ingredients. Здравствуйте. 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 Я забыла. Да разве, я исч ween, которая объясню? Здрасте, здрасте. Ну что, плохо? Да так тянет немного, с утрасти. Ты бледная, поганая. Ты мне боташнил просто с утра. Не завтракала-нибудь. Здрасте. Ну, если только не завтракала. Я, по-моему, даже не ужинала. Ой, Наталья Надь. Пороть тебя некому. Да, некому. Ну, а вы моих не видели, кстати? А вы Карапузов? Ну да, их, Сечину. Вроде как обход. Так. Посиди. Подождись меня. Леша. У пациента как грабили? Ой, я тебя умоляю. У нас зажиточные крестьянки. Давно пора их раскулачить. Я обожаю бананы. Ну, слава Богу. Так, значит, следи, подкрепляйся. Я сейчас пойду у тебя чайку горяченького где-нибудь надыбаю. Ну, и карапузов твоих посмотрю. Ой, Наталья Владимировна. Ну, сама, ей Бог, как школьница. А что, врач? А что, гинеколог? Давай, давай, ешь. Ой, Господи, Боже мой. Что за счастье стало? Да и баба. Сумку подай. Быстрее. Я могу помочь? Не надо. Уезжай. Я позвоню. Так, послушайте меня. Вы заверьте это все в БТИ. Да, и запишитесь у моего секретаря. Да. Вот. А я дня через три поедусь в конторе и все проверю. Ага. Нет, нет, все в порядке. Нет, нет. Все, слышу. Да. Счастливо, счастливо. Не дождетесь. Здравствуйте. А вам кого? Ой, мне нужен Базанов. Базанов у себя в кабинете. Вы записывали? Тюшка, я спрошу, пожалуйста, не надо заниматься своими ногтями. Видите, что я рожаю? Позовите у себя. Алло. Ева Николаевна, здравствуйте. Почему вы так долго? Я же вам звонила. Почему я сама должна объясняться с обслугой? Обслугой. А мы сейчас за две секунды все оформляем. Оформляйте. Я сам в регистратуре все оформлю. Как вы доехали? Ой, давайте не будем без этих светских сантиментов. Кстати, если бы у меня в конторе вот так вот кто-то во время рабочего дня занимался ногтями, я бы увольняла. А вы знаете, Ева Николаевна, мы разберемся. Отлично. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Так, давайте чуть-чуть погодим. Да, давайте погодим. Мне конечно. Спасибо. Конечно. Ну что, может, и Желаю. Спасибо. Все дела. До свидания. Готовишься к обходу? Надеешься в кои-то веки меня обскакать? Научные журналы, учебники. Паша. Ну что ты как маленький ребенок? Ну скажи ты что, когда в жизни не ошибался. Ошибался. Когда думал, что мы с тобой будем вместе. Удивительная девушка там, Инга Елизарова. Вместо защиты нападения, вместо извинения насмешки. А что извинения могут что-то изменить? Да нет, ничего не изменит. Ну вот видишь. Поэтому я на них и не трачу время. А ты перестань тут изображать вселенскую обиду. И вспомни, как ты с Надей поступил. Нечего ответить? Нечего. Нет. Может помолчим вместе куда-нибудь сходим? Ты издеваешься что ли? Нет. Вы что тут воркуете? Про вход забыли? Ну-ка быстро. Идем. Бегом. Да. Не тараторь, послушай меня. Послушай меня. Короче, нужны... Нужны документы на собственность. Какие копии? Нужны оригиналы. Запомни, когда ты имеешь дело с аккредитивом, всегда нужны оригиналы. Да, давай. Пойдемте-ка посмотрим, как у вас процесс будет. Да, сейчас минуточку еще один звонок. Так, вы о том позвоните. Поним? Посмотри. Пойдемте. Оля, Евгения Филина ко мне. Ну, кто нам расскажет интересную историю? Сушина Елена Степановна, 35 лет. Диагноз беременность 32-33 недели. Угроза преждевременных родов. Первичное бесплодие. Трубно-перитениальный фактор. 8 лет. ЭКО третья попытка. Первородящая старшего возраста. Носительство гепатита С. Проводится эколитическая терапия. С положительным эффектом. Данное влагающее исследование при поступлении. Шейка матки отклонена к заде. Мягковатой консистенции. Длина полтора сантиметра пропускает кончик пальца. Заплотный внутренний серф. Здесь что добавить? Только цветы и аплодисменты. Браво. В свое время у нас данные анализы? Да. Я позвоню сейчас в лабораторию. А я могу туда бегать. Зачем зря бегать? Будут, а то вы тогда и сходите. Как вы себя сейчас чувствуете? Что-то болит? Да нетерпимо. Главное, если что-то почувствуете, вы не терпите. Сразу зовите нас. Хорошо? Пациентка Елисеенкова, тридцать четыре года. Диагноз беременность тридцать первая, тридцать вторая неделя. Вистос средней степени тяжести. ВСД по гемертоническому типу. Артериальное давление? Артериальное давление сто тридцать восемьдесят пять. Микролеповая минорея. Так, тихо-тихо-тихо. Вы же ответственная женщина. Почему не проходим ее обследование? Прекратите. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Дайте телефон. Красивая игрушка. Потом наиграетесь. По-моему, у вас серьезное заведение. Я за что плачу свои деньги? Дайте телефон. Вы не понимаете, насколько все серьезно на самом деле. Вы знаете, сколько сейчас рождается младенцев с патологиями? Бросьте, какая патология? Я здоровый человек. У меня в семье нет ни у кого никаких патологий. Прекратите это делать, я вас умоляю. Я не сплю, с кем попала. Ну все, мы рожаем. Что? Рожаем. Как рожаем? Уже рожаем? Так, отлично. А когда? Через сколько я рожу? Одно я могу вам сказать точно, что ни сегодня, ни завтра вы на работу не попадете. Ну, клиент может и сюда приехать. У вас же палата люкс. Так что без проблем. Да, и хотел еще вам сказать, то что у вас нет патологии в вашем роду, это конечно очень хорошо, но есть еще рот отца ребенка и масса других функциональных особенностей и рисков. Прекратите пугать. Ну ладно, теперь можно телефон? Так, отлично, 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 отлично. Да, послушай, не тараторь, послушай меня внимательно. Если через два дня в детской не будет ничего готово, денег не получит никто. Да, вот так вот. А ты иди и почитай договор. Давай. Не надо ей ничего делать, а то засудят потом, если что. Сырка, артисты. Деньги они хотят за капель ванной. А что, плохо положили? Почему плохо положили? Отлично положили. Просто рисунок в договоре не уточнили и все. Денюшки. Тю-тю. Лишь, ты КТГ запиши, а это пока наш договорчик посмотри. Давай-давай. Так, давайте без лишних предисловий. В будущем году бюджет отделения будет сильно урезан. Нам не удастся сохранить весь персонал. К сожалению, это касается и интернетов. Только один из вас может остаться в центре. В течение месяца я скажу, кто из вас остается. Буду учитывать все знания, динамику развития, личные качества, вашу заинтересованность и ваш потенциал конкретно в этой профессии. Вы забыли упомянуть родословную. Этот фактор учитываться не будет. Вами? Нет, всеми. Ну, 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 прекрати меня беспокоить по пустякам, а? Ты урфак закончила или ПТУ? Все. Ай, секретарь, идиотка. Как можно не понять? Вот когда я сама всего добивалась, я же своей башкой потолки пробивала. В работе? Потолки пробивали в работе? А, ну да. А как еще-то? Ну, что там? Ну, не что, а кто? У нас девочка. Девочка. А, девочка. Тоже ничего? Знаете, я не гадала. Я не стала вот это вот красить детскую, эти розовые, голубые, бред, чушь какая-то. Я покрасила нейтральный такой, нейтрально-бежевый цвет. Очень достойно получилось. Ага. Так, ну что, у нас никаких отклонений нет. Вот, хорошо. Скоро пойдем на стол. Ага. Но, без телефона. Хорошо. Спасибо. Да, и, а с ребенкой я могу и сам послать. Как ума отца, вы что-то с ума сошли. Нет, нам нахлебники не нужны. Ну, подождите, вы же, вы же ЭКО не делали? Какой ЭКО? Зачем мне ЭКО? Куда идти? Я не могу себе найти мужчину, который мне нужен. Так, давайте. Ну, смеваешь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да, я забыла. Спасибо. Слушайте, давайте как-то это побыстрее. Я не могу больше. Да, кстати, еще хотела попросить потом проконсультировать у меня по поводу этой лактации. Я хочу это все не делать сама. Меня это все раздражает. Я... Я наняла кормилицу. Я же понимаю, что такое грудное скармливание, но сама я не буду. Ну, сейчас мне ничего только не говорите, потому что, потому что все равно ничего. Не запомню. Как пожелаете. Ну, и слава Богу. Пожелаю поскорее. Наталья Владимировна, извини, что я тут у тебя хозяйничаю. Ну, зачем было так беспокоиться? Ну, ты сама о себе не беспокоишься. Кто-то же должен. Давай, похлебай пока горяченький. Езжу у тебя пять минут. Есть. Плановые операции на сегодня кончились. Кашина на мою Кесареву сказала не шедевр. О, очень хорошие сапоги. Кхе-кхе-кхе. Три месяца, говорите. Ты давно у Саньки была? На днях. Она мне с моим конфликтом резутся в покое не дает. Так что поштормить и перестанет. Шли бы вы сегодня домой, Наталья Владимировна. Пост разрешено покинуть только в случае тяжелого ранения. А я легко и показательный. Ты мне лучше скажи что-то по поводу Елизаровой, думаешь? Может она стать хорошим акушером? Может. Руки у нее уникальные, от Бога. Ты знаешь, я тут дала ей живот пациентке пощипать. Она мне все выдала. Положение плода и вес. Как будто УЗИ сделала. Сама, по-моему, сейчас руками мало кто пользуется. Не доверяют им. Ну? Сердце намо у вашей Елизаровой. Для нее пациентка пустое место с животом. Как ты думаешь при таком раскладе? Можно стать хорошим акушером? Вот и я про то уже. Ладно, пойду. Там базановский нотариус рожает. Зверь-женщина. А ты точно не хочешь торжественных проводов шампанским? А то пока не поздно я тебя могу все это устроить. Нет, знаешь, я лучше буду тихо, по-английски. Понятно. Два года жизни и одна неполная коробка. Молодец, не наследила. Слушай, а хорошая вещь. Можно я возьму? Да, конечно. Спасибо. Надо было раньше уезжать. Знаешь, мне папа всегда говорил, никогда не отклоняйся от намеченного курса. Только в чрезвычайных ситуациях. Хороший у тебя папа. Завит. Слушай, а как ты думаешь, кого из нас Бахметьева оставит? Знаешь, я почему-то думаю, что у тебя все будет по высшему классу. А вот за Пашу пора начинать волноваться. Намажу на хлеб и съем? Да. Без масла. Потому что слежу за ним. Ну что? Я провожу тебя. Да не надо, я… Почему эти сантименты? Только пустая тротуария. Папа говорит. Так, сейчас мы, сейчас мы отдыхаем немножко. Дышим. А потом мы тужимся изо всех сил. Дышим, дышим, дышим. И тужимся! Поехали! Еще-еще-еще! Давай-давай-давай-давай! Давай-давай-давай. Это что-то же время из меня! Давай! Давай-давай-давай! Давай-давай! Уберите ее! Уберите, вы унесете ее, Ажиас! Я не наличивайте ваши предотсутки! Боже мой, уберите, я сказала! Вы посмотрите, какая девчонка хорошая. Замолчи! Ты какая красивая девочка! Да ты какая толстуля, ты хорошая! Да посмотри, какая девчонка хорошая! Пухненькая, красавица! Ну! Что с ней такое? Почему она такая темная? Это нормально? Что исполчить? Это нормально! Нормально! Если папа у неё... Афроамериканец! Послушай, ну, пожалуйста, абсолютно здоровая девочка. Всё нормально? Паша, спать! Какой ужас! Может быть! Давайте, идите в палату, у вас всё хорошо. Потому что белок в моче на третьем триместре, и это нормально. Главное, не волнуйся. Спасибо большое, так испугалась. Ольга Леонидовна, вы уже уходите, и... Я просто хочу пожелать вам, чтобы у вас всё было хорошо, и чтобы у вас всё получилось на новой работе. Наталья Владимировна, я тоже хотела вам другое сказать. Вы замечательный врач. Очень интересная женщина. Но у вас тоже ничего не получится. Вы не будете с ним счастливы. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо, что предупредили. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что? Будем учиться кормить. Иду. Держите. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Несите. Несите, пожалуйста. Я... Я не буду её кормить. Хорошо. Вы предпочитаете искусственное, да, вскармливание? Я предпочитаю, чтобы ты её отсюда унесла. И поскорее. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так, а... Подождите. У вас же оплачено совместное пребывание. Пошла вон отсюда. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пошла отсюда вон! Выйди! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это я. Набираю Евгению Герасимовну. Юрист-то тупица. Пусть срочно едет ко мне. В роддом. Ну, что ты, Павел, загрустил? Не стоит. В Ахметьеву-то понятно, та еще. Света верит в человеческие идеалы, принципы. Ну, вот с тобой знаем, что был врач у нас царь и бог. Ну, а ты стал быть у нас сын бога. Так что расслабься и получай удовольствие от игры с заведомо известным результатом. Да, но это же не правда. Я из этого не хочу. Ты сейчас серьезно? Да. Тогда хочешь отравенную. Шансы у тебя ноль рублей и ноль копеек. Правда. Нет, ты, конечно, очень потянулся. Ну, просто это девочка из другой лиги. У нее есть нюх, мозги и абсолютный врожденный цинизм, чего, кстати, тебя очень не достает. Так что уж прости, в этой ситуации ты отдыхаешь. Ну, спасибо тебе за поддержку, друг. Ну, приеду, ампетита. В смотровую приемного покоя доставлен на пациентка с кровотечением. Сына Александровна, не убирайтесь, пожалуйста, дай я об этом. Давайте, аккуратненько. Угу. Так. Я все не помню. А я четвертая беременность. Я стрелянные брови. Когда у вас началось кровотечение? Насколько обильное? Это, наверное, час назад. Там никакого Ниагарского водопада. Я просто решила подстраховаться. Все правильно сделали. Так, что тут у нас? Здравствуйте. А тут у нас пациентка Бушуева Любовь Леонидовна, тридцать восемь лет. Срок беременности тридцать семь недель. В анамнезе три кесарева. Взяли меня с Дарью с потрохами. Может, молодые и интересные врачи дарили бы мне тридцать шесть. Слушайте, у меня там ерундовое кровотечение. Не столько врачей. Я сейчас начну бояться. Ничего, не волнуйтесь, сейчас делаем УЗИ, все будет понятно. Угу. Три кесарева, говорите? Ага. У меня три девочки. Двенадцать восемь. Четыре. Муж сын не хотел. Каждые четыре года к Олимпиадам. Паша. Все хорошо. Вытойте, пожалуйста, здесь. Я сейчас уйду. Я помогу. Паша, срочно заебах Митю и Базанов заодно. Походу вырастали. Да ладно, ты что такое думаешь-то? Это вообще диагностируется на ранних станих беременностей. Это случай один тысяч на... Да я понимаю. Я об этом тоже только в книжках читал. Я буду рад, если я ошибаюсь. Давай, лети. Давай, давай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Когда вы в последний раз делали УЗИ? Недель, наверное, в двадцать. Мне сказали, что мальчик. Я успокоилась. А что такое? М-м-м. Доплеровское картирование вы тоже не делали. Вот я даже не поняла сейчас, что вы сказали. Это такое дополнительное обследование для уточнения диагноза. А что там такое? Давайте пока не будем бежать впереди паровозы. Да. Буду надеяться, наши опасения не подтвердятся. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Мать Тараса в действии? Я её как положу, она сразу начинает плакать. На руки беру, успокаивается. Если говорю что-нибудь, тоже сразу успокаивается. Да, приходится читать. Ничего, поплачет, перестанет. Для лёгких полезно. Нет, не могу я так. Всё-таки ерунда. Это всё, что-то полезно. Никому не полезно несколько часов подряд рыдать. А слушай, подержи её, пожалуйста. Я сбегаю за её анализами. Ну ладно, давай, я сегодня добрая. Ух ты. Смотри-ка. Ну латочка хорошенькая. И чего ты крестишь? И чего? Ну, я её как к матери принесла. А та нас послала. Это давай, сразу плакать. А ведь говорят, что дети не понимают. Всё они понимают. У неё восемь-девять баллов по Абгар. Лазарева говорит, что здоровее ребёнка не видел. Ты давай иди скорее. Не собрайся в дону посидеть. Ну, что ж тебе рассказать-то? Сказки-то я все позабыла уже. Про Золушку хочешь? Жила-была, давным-давно, маленькая девочка. Никому не нужная. А знаешь, впрочем, ничего с тех пор не изменилось. К сожалению. С ума сойти. Просто глазам не верю. Придётся. Врастание плаценты в рубец на матке. Дикость какая. При этом какие-то варвары, они сделали два повторных кесарева. То есть три надреза на передней стенке. Короче, нашинковали её как капусту. И никто не подумал, что она захочет ещё раз родить. Площадь врастания восемь сантиметров. Фактически отсутствует задняя стенка. Кровотечение усиливается. Нужно что-то решать. Что тут решать? Нужно срочно отправлять её в специализированный стационар, где такие случаи не новость. А для нас это невозможно. У нас это гарантированный летальный исход. Действительно, мы никогда ещё этих операций не делали. Ну, когда-то же нужно начинать. Ну, снова здравствуйте. Наталья Владимировна, вы просто недооцениваете уровень сложности. Пациентка умрёт у нас на столе. Нам это нужно, нашему отделению. Послушайте, мы работаем в многофункциональном медицинском центре. У нас замечательные специалисты. У нас замечательное отделение эдоваскулярной хирургии. У нас потрясающий сосудистый хирург. У нас есть аппарат для реинфузии и ретровзвесия. Я семь раз ассистировала на подобных операциях. Надо же. Ну, тогда я спокойна. Послушайте, мы выберем правильную хирургическую тактику. Мы обеспечим своевременную эмболизацию и адекватную анестезию. Ну, и, конечно, контроль кровопотери. Я звонила, Селсейвер скоро достанет. А вы что скажете? Я согласен с Бахметевой. Проблема будет только усугубляться. Кесарева делать все больше и все, все больше, что-то и как. Так, господа, вы вообще в курсе, что Кесарева в нижнем маточном сегменте по старому рубцу, оно влечет за собой кучу осложнений и колоссальную кровопотерю? Я согласна, поэтому я предлагаю новую тактику. Срединная лапаротомия, донное кесарево сечение – это максимально безопасное извлечение плода при минимальной кровопотерии. Нет, ну, нет, не знаю. Ну, не делают в России таких операций. Может быть, в Москве делают. Ну, в одном, в двух центрах. Все. Ну, а в Германии делают уже лет десять, и в Англии делают. Ну, знаешь что, это не аргумент, это самонадеянность. Нам нужна эта операция, особенно теперь. Так, короче говоря, я в этом участвовать не буду. Будете. Потому что мне нужно четыре ассистента и весь ваш опыт. Мой опыт? Девятнадцатого века? Операция будет связана с очень большой кровопотерью. Поэтому нам необходимо ваше письменное согласие. И еще мы хотели предложить вам перевязку маточных труб. В том случае, если нам удастся сохранить матку. Потому что беременеть в вашем случае очень опасно. А у ребенка будут какие-то оснарнения из-за этого? Из-за вырастания нет. Самая сложная часть операции начнется уже после того, как мы его извлечем. Вы мальчика спасите. А после того, как с ним будет все хорошо, тогда перевязывайте. Подписать нужно вот здесь. Пожалуйста. Повторим. ПО ТНЦЕЙМЕР ПО ТАСС ПО ТАСС ИЛОПИТОЙ КАНАЛ Извини. Я не важно себя чувствую. Ну, да, что справишься? У меня другой выход. Если что, у меня жду на подхвате. Слушай, ну, я бывал в таких операциях несколько раз, но сам бы и не взялся. Особенно в таких экстремальных условиях. Нет, занятия у себя так, кто поднял. Кстати, наш нотариус подписал отказ. Как? Ну, так взяла бы, да. Я не могу ручку. Я списалась на банке, которая привез ее юрист. Подожди, но у нас же есть свой юрист. Свой, говорит, подождать. А что ей ждать? Что ей думать? И темнокожий ребенок, ну, подходит в ее идеальную детскую бежевую автонавку. Потом что скажет обществу? Ну, спать можно, а рожать нельзя. Господи, почему мы все такие лицеменные? Это о чем? Ну, теперь дело с малым, да? Да, всего ничего. Удаление плаценты, иссечение грыжи и эмболизации маточных артерий. Ни на лекции, ни в технику. Кюретку. Отель Владимировна. Что с вами? Андрюш! Тихо-тихо-тихо-тихо. Большко зовите! Продолжаем. Кюретку. Продолжаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как вы себя чувствуете, Наталья Владимировна? Я подвела вас. Они справились. Базанов и Кашина показали глаз. Я подвела вас. Я вам всегда говорил, акушерство – это коллективная работа. А вы все сама-сама. Так не получится. Вы не всемогущие. Я беременна, Олег Викторович. Да что вы говорите? Я на секундочку профессиональный акушер. И срок у вас не в две недели. Так что отдыхайте. Завтра поговорим о нормализации ваших графиков. Домой не вздумайте. Понаблюдаем. Да. И начинайте уже заботиться не только о них. Договорились. Наслаждаешься победой? Я думала, у нас только одна звезда. Да нет, нас теперь трое. Ну, одна вчера несколько померкла. Не согласна? А, я забыла. У вас личные отношения. Да, личные мои друзья. Смешно. Герой. Пока. Подожди, не убегай. Паша, я хочу предупредить, что потом без любви. Я буду драться за эту работу. Зубами и когтейкой. И мне плевать, чей ты сын, как я теперь уйти убью. Понятно? Нет сомнений. Давай, ты стукал. Продолжение следует... 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 Представляешь, что твои отчебучили. Захожу сейчас в ординаторскую, а они вот этими руками, которыми надо операции делать, друг другу морды чистят. Кто? Кто-кто? Пашка с Лешкой. Ты давай, это, оклюмывайся скорее и приходи, потому что надо как-то мозги вправлять. Ты послышишь, что под лиц задумали? Чайку попьешь? Сделайте, как обычно, только два. Спасибо. Это я для мальчонки. Кто с таким подходом, она одежда ему будет покупать после выписки. Давай будешь, Жур. Давай. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok